Всех приветствует Компьютерная Академия и наш партнер сайт Ремонтка.про. Сегодня хорошая тема. Лучший бесплатный антивирус этого года. В этом ежегодно обновляющемся рейтинге мы расскажем про лучшие бесплатные антивирусы этого года согласно сводному анализу результатов тестов независимых антивирусных лабораторий. Как и в предыдущих версиях этого обзора лучших бесплатных антивирусов, обращаю ваше внимание на то, что он не является нашим мнением и не опирается на какие-либо субъективные предпочтения. За исключением того, что в первую очередь приведены антивирусы, доступные на нашей территории. Но в соответствующем разделе представлены и антивирусные продукты без учета этого фактора. Итак, поехали разбираться с лучшими бесплатными антивирусами этого года. Итак, разберемся с тестами антивирусов. При анализе комбинированных тестов антивирусов для потребительского рынка четырех лабораторий наибольший вес будет придаваться результату защита в реальных условиях. Real World Protection. И аналогичные показатели. В меньшей степени будут учитываться такие параметры, как производительность и удобство использования. Итак, сводные результаты тестов по состоянию на начало этого года от AV-тест представлены на этом скриншоте. Итак, на этом скриншоте присутствуют не только бесплатные антивирусы, но и платные продукты. Сортировка выполнена по столбцу Protection – защита. Два следующих столбца – это производительность и удобство использования. И кто у нас? Как ни странно, первое место АВАЗ занимает. А потом AVG-шечка у нас есть. А потом идет Avira и Bitdefender. Ну вот, интернет-секьюрити, да, вот Bitdefender неплохо у нас, как ни странно, работает. Каспер занимает неплохие места, Маккафер, ну как-то так, Defender антивирус, майкрософтовский, тоже где-то в серединке, Мортон тоже занимает неплохие позиции, ну и так далее. А вот в этом графике результат годового тестирования от AV-компоратив. Здесь можно увидеть процент заблокированных блокет и пропущенных угроз, количество ложных срабатываний и так далее. Схожие тесты доступны на VirusBulletine и AVLab.pl. Сводных таблиц для предоставления на данном скриншоте нет, однако результаты очень схожи. За исключением того, что на AVLab оценивайте еще одна характеристика – это процент обнаружения угроз до запуска и после него. А вот еще один удобный ресурс для просмотра результатов тестов от всех популярных лабораторий – это Anti-Mailware Testing Standards Organization. С возможностью фильтрации по конкретным операционным системам, лабораториям, просматривать тесты только для потребительских или только для корпоративного применения, так сказать. Тоже неплохой вариант. Можно здесь подразобраться, посмотреть и оценку определенную сделать. Идем далее. Двигаемся далее по нашему видео. Ну а теперь Касперский Фри. В тестах антивирусных лабораторий фигурируют платные версии антивируса Касперского. Однако бесплатная версия Касперский Фри использует тот же движок и от нее можно ожидать той же эффективности при отсутствии некоторых дополнительных функций. Или дополнительных модулей. Итак, в течение многих лет антивирус Касперского занимает одно из первых двух мест в большинстве тестов, конкурируя с Bitdefender. В этом году по совокупности результатов однозначно первое место присвоено этому антивирусу, несмотря на инициативы по ограничению использования Касперского в некоторых странах. Итак, среди дополнительных возможностей, имеющихся в бесплатной версии, это у нас интернет-защита, поиск утечки личных данных, проверка внешних дисков при открывании файлов именно из них, это очень правильно, и создание загрузочного Касперский Рескью диск для удаления вирусов. В том числе на компьютере, где Касперский не установлен. Нашему модератору Константину вот такой диск бы пригодился. Ну и последнее, это проверка небезопасных настроек Windows. Самое частое опасение пользователей, касающихся антивируса Касперского, это влияние на производительность системы. На наш взгляд, сегодня это не актуально, а корни опасения исходят из опыта работы с этим антивирусом. Ну, 10-летняя давность, где-то в том районе, да, тормозила. Ресурсов ему требуется не больше, чем другим популярным антивирусам. А при необходимости можно задать дополнительные настройки производительности. Скачать Касперский Фрим можно по ссылочке в описании под нашим видео. Идем далее. Ну, а теперь Microsoft Defender. Довольно-таки правильный антивирус. Встроенный в Windows 11 и Windows 10 антивирус Microsoft Defender также тестируется в указанных лабораториях. Результаты далеко не худшие и превосходят некоторые даже и платные антивирусы. Если вы не хотите добавлять стороннего фонового программного обеспечения и служб, устанавливая другие антивирусы, при этом не относитесь к той группе пользователей, для которых ежедневная загрузка ПО из сомнительных источников – это норма, встроенным защитником Windows или Microsoft Defender вполне можно обойтись. Честно? Согласен. Наш канал обходится в течение, например, многих лет на некоторых компьютерах именно защитником Windows. С проблемой во втечение этого срока столкнуться не удалось. Так что он прекрасно, в принципе, и работает. Среди основных претензий к Microsoft Defender – это негативное отношение к нелегальным играм. Есть такое дело. И программам, и их компонентам. Удаляет файлы исполняемые и так далее. Следить за этим вопросом – это очень правильно. У нас есть отдельное видео по этому вопросу под названием «Что делать, если Windows 11 или Windows 10» сама удаляет файлы. Есть такая штука. Так что Defender следит за нами. А мы идем далее. Ну а теперь следующий антивирус – Avast Free Antivirus или AVG. Или наш любимый AVG. Итак, несмотря на то, что Avast приостановила свою деятельность на определенных территориях, а скачивание и установка антивируса с официального сайта якобы недоступны, Avast Free Antivirus исправно устанавливается, обновляется и обновляет антивирусные базы для пользователей с многих территорий без VPN и каких-либо других действий. Есть такая штука. Итак, все, что потребуется – это скачать официальный установщик. Ссылочка у нас будет в описании под нашим видео. Загрузка на момент выхода нашего видео не заблокирована и работает довольно-таки исправно. Итак, Avast Free Antivirus и принадлежащий этой же компании AVG Antivirus, который сейчас мало чем отличает от основного продукта, это самый противоречивый антивирус из нашего обзора. Итак, из года в год он занимает одно из лучших мест в тестах антивирусных лабораторий, и этот год не стал исключением. Следующее, каждый год мы получаем не один десяток комментариев о том, что этому антивирусу не место в топе лучших. Здесь напоминаем следующее, список составлен на основании тестов с открытой методологией, выполненных лабораториями из разных стран, а не каналом, не сайтом ремонтку.про или нашим каналом. Наличие или отсутствие какого-либо антивируса в списке не обусловлено субъективными предпочтениями. Скажем следующее, во всех тестах Avast Free Antivirus набирает близкие к максимальным баллам. Количество пропущенных угроз и ложных срабатываний ниже среднего. А интерфейс, знакомый, вероятно, почти любому, интуитивно понятен и не должен вызывать проблем с освоением даже у начинающих пользователей. Скажу следующее, помимо антивирусной защиты и сканирования на наличие угроз бесплатный антивирус Avast Free, включает в себя набор дополнительных фишек. Это защита папок от программ-вымогателей, поверим. Сканирование сети на наличие уязвимостей, полезно. Собственный бренд Мауэр устанавливается по требованию, платный вариант, скорее всего. И следующее, защита в интернете, например, проверка загружаемых файлов на вирусы, полезно. Ну, у нас есть недостатки в этой программе. Это сложность удаления. Однако мы ни разу не сталкивались с проблемами при правильном удалении встроенным деинсталлятором самого Avast. А вот при использовании сторонних деинсталляторов они возможны. То есть мы эту программу можем удалить только, зайдя в саму программу, там далеко-далеко-далеко, удалить 400 вопросов, ну, удаляется. А с помощью деинсталлятора могут быть проблемы. Следующее. В некоторых случаях при неправильном удалении или специфичных настройках сетевых подключений может вызывать проблемы с доступом в интернет, его недоступность или замедление. Ну, недостатки еще следующие. Avast у нас очень активно накалывает нас. Обнаружено какое-то непонятное программное обеспечение. Срочно идите по ссылочке, а там скачать надо. Оп, там заплатить и так далее. Наведите порядок, у вас бардак в системе, и сразу ссылочка. А там надо заплатить. Учитывая то, что у нас денежек мало. Avast у меня когда-то так стоял немножечко, а потом я от него избавился. Идем далее. Ну, а теперь следующий вопрос. Отличные бесплатные антивирусы, не работающие на нашей территории. Итак, еще два антивируса, на которые следует обратить внимание, если вы не находитесь на определенных территориях и ищите подходящий бесплатный антивирус. Итак, Bitdefender Free. Этот антивирус уже упомянутый выше регулярно, состязающийся с Касперским за первое место в рейтинге. В тестах используется платный вариант антивируса. Но Bitdefender Free – это тот же продукт с некоторыми отключенными модулями. Возможный минус – отсутствие русского языка интерфейса. Ну, вот как-то так. Следующий интересный антивирус. Avast antivirus Free. Результат немножко похуже, чем у Bitdefender, но в некоторых тестах лучше, чем у Avast или Microsoft Defender. Простой, удобный и быстрый довольно-таки антивирус. Скажу следующее. Скачивание, установка и того, и другого антивируса, в принципе, возможно на наших территориях по прямой ссылке. Но без использования VPN не удастся активировать лицензию или устанавливать обновления. А потому использование становится не слишком удобным. В других странах все должно работать исправно. Ну, а теперь, между прочим, хорошая тема – это мнение наших пользователей. Итак, сайт remontka.pro произвел определенный правильный опрос наших зрителей. И мы увидели следующий вариант. Лучший бесплатный антивирус на взгляд нашего коллектива. Это Microsoft Defender – первое место. Kaspersky Free – второе место. И Avast AVG Free – седьмое место. Есть даже и Komodo, Avira Free, Bitdefender Free, ну и другое. Так что вот Microsoft Defender – это первое место. Основная причина, что он уже установлен и не требует установки стороннего программного обеспечения на компьютере. Если честно, да. Уже в десятке есть, в одиннадцатой есть, сам обновляется. Ну, блин, ничего не надо делать. Прекрасно. Есть отдельные программы, которые Microsoft Defender одним кликом настраивает под ваши задачи. В списке присутствует, как вы видели, Komodo – тоже довольно-таки интересный вирус и неплохо работающий. Так что вот мнение мы видим. Ну и по окончании нашего видео секретная дополнительная информация для наших зрителей. Итак, несмотря на то, что в антивирусных продуктах начали реализовывать функции борьбы не только с вирусами, как таковыми, но и вредоносными или потенциально нежелательными программами, расширениями, подмены ярлыковых браузеров и не только с задачей до сих пор лучше. С этой задачей до сих пор лучше справляются специальные программы. Например, АДВ Клинер, разрабатываемые именно для этих целей. Они не конфликтуют с антивирусами при работе и позволяют удалять те же нежелательные вещи, которые ваш антивирус как бы и не видит. У нас есть отдельные видеоролики под названием «Лучшие средства удаления вредоносных программ с компьютера». Я там как раз все это дело рассказываю. Итак, скажу следующее. Этот рейтинг сегодняшний антивирусов обновляется раз в год. И за предшествующие годы в нем накопилось много комментариев с пользовательским опытом по использованию различных антивирусов и других средств защиты. Рекомендую ознакомиться с ними на сайте ремонтка.про. Итак, удачи вам и безопасности! Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт ремонтка.про. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно!